здравствуйте уважаемые подписчики и зрители нашего канала семёныч сегодня у нас видео снова о нашей техники выходил у меня видео вперед о том как в этом году мы готовили грубые корма на зиму и поступало очень много вопросов по вот этой вот вновь приобретенной техники пресс рулонный пресс-подборщик 150 м покупал я его в прошлом году в 2020 но вообще с чего всего все начиналось как вы видели вперед 2020 году мы готовили сено еще по старинке в стогах сена скирды ставили стога кто как называет вот мы у нас каждым годом был такой проблемный вопрос по поводу метчиков это прям не как-нибудь вот по крайней мере у нас в районе дефицит с этим делом вроде платишь хорошо за стог сена в прошлом году уже выходила у нас по 1000 рублей за день сток грубо говоря 20 20 таков поставил 20 тысяч отдал за день у нас принципе выходила гусеники за день у нас принципе выходила самое большое поставить 7 стогов это работало у нас три трактора вот этот вот т-16 у нас металл владимир семенович на нем был на лтз 55 а я толкал ну еще нанимали человека чтобы греб то есть работа кипела после чего увидел что у нас в районе начала появляться вот такая вот зеленая техника пресс-подборщики и люди приобретали те которые конечно не сравнить со мной у них намного больше поголовья начали переходить на вот эти рулоны ну пообщавшись с ними все им нравилось все им было хорошо ну единственное как говорится я бы тоже свое время приобрел готов был приобрести даже в кредит его в 2019 году начал узнавать но к сожалению на заводе их уже не оказалось хоть время было уже где-то июнь месяц июль перед покосом можно сказать их уже производстве не было то есть если бы он мне понадобился надо было заказать на будущий год на 2020 что я и сделал в 2020 году в августе где-то я месяце начал с ними общаться по этому поводу но у них в наличии их не было данных пресс-подборщиков то есть они начинали производство только в 2021 году вот в августе месяце с ними созвонился они мне сказали что будут пресс-подборщики только на следующий год в 2021 году но вы можете оплатить стоимость его уже в 2020 ну то же самое что я и сделал так как они сказали что сейчас маленечко нестабильно с железом то все кризисы и тому подобное проблемы финансовые если как говорится есть возможность то оплатите мы цену зафиксируем и она у вас будет уже такая какая есть бы было нас на настоящий момент на тот момент после чего я оплатил на тот момент он стоил за весь комплект я в общем этот отдал я точно сказать не могу вот этот пресс-подборщик и вот эти вот грабли 582 тысячи он что-то 480 чем-то стоил что такое по-моему вот а сейчас вот допустим перед покосом уезжал я смотрел стоил 570 только чисто вот этот вот пресс а потом когда видео вышло мне задают вопрос типа что сколько стоит такая техника все зашел и обомлел подорожал ровно на сто тысяч стоит сейчас он уже 670 тысяч можете себе представить на 200 с лишним тысяч подорожал вот этот комплект в целом ну и что я могу сказать о работе этого пресса в целом о заготовке грубых кормов на вот таком вот новым механизированным способом очень сильно понравилось даже владимир семёнович если по первости ничего не говорил как говорится смотрела за всем наблюдал то сейчас вот когда завершился наш великий покос полностью все дела сказал что до речи нет удобно очень единственное только вот по хранению рулонов что если бы под навесом то вообще бы шоколадно было он работал владимир семёнович на вот этом вот т-16 ворошил очки грибут сами видите все класс только массу подавай таскал грабли вот эти вот ворошилки они ему очень понравились грибут очень хорошо ему маленечко тоже там акцент сделаем на некоторых вещах может быть завод к нам и прислушивается тоже вот то что я как уже сказал с 2019 года смотрел там читал отзывы об этих вот пресс рулонных и некоторые авторы делали акцент допустим там на этот вот но вот этот кардан делали акцент то что они длинные вот этот делали что при поворотах он упирался здесь вот мне уже сделали как положено небольшой некий вот то есть на поворотах можно поворачивать я вообще вот допустим вот я с покоса приехал у меня полностью вот так вот как его прицепил присоединил и все я так везде с ним и езди единственное где очень круто поворачивать я просто вал отбора мощности отключаю и дальше работаю далее здесь вот шпонка как вот тут в этом месте так и здесь вот шпонка тоже есть вот она вперед писали что там небольшая шпонка и очень как-то нехорошо сделано но я специально разобрал вот это вот все дело посмотрел шпонка шпонка сейчас полностью папа по всему телу также там фасочка сделано и болт уже под конус идет то есть стоит он мертвого прежде чем приступить к работе на этом прессе я соответственно не только интернет конечно смотрел на больные места там где-то что-то как-то но и инструкцию полностью прочитал руководство по эксплуатации где все сказано что перед тем как приступать к работе необходимо все резьбовые соединения подтянуть что я конечно же сделал вот конечно некоторые болты были хорошо затянуты речи нет некоторые ну чуть ли от руки конечно не порутились все полностью эти резьбовые соединения протянул затем поработав первый день на сенокосе накрутил я около 60 рулонов приехав домой и на следующий день я протянул снова все резьбовые соединения некоторые чуть-чуть поддавались подтяжки а некоторые все достаточно было первой протяжки единственное у меня вот здесь вот что произошло вот здесь вот стоят кожухи два штуки я их просто снял для чего для того чтобы этот промыть здесь все хорошо как видите у меня сейчас чистенький хорошенький практически как с конвейера сейчас вот он просохнет стоит уже второй день сохнет сегодня тоже день солнечный до в конце рабочего дня как говорится я его вот в этот ангар на зимовку поставлю уже у меня откручивался не совсем конечно а вот этот вот болт вот это вот шестеренка здесь кожух стоит ну а когда работаешь на технике время от времени выходишь просматриваешь все здесь то что сеном забивается тут допустим где-то чудо как-то смотришь чтобы самое главное вот тут этот вот механизм тоже когда доходит показывает нам на уходит на пульт управления что пора обматывать что готов рулон вот и услышал какой-то резонанс на кожухе думаю как так до этого не было а тут что-то появилось ну и наклонившись сюда увидел что этот вот болт открутился немного задевает а кожух но я вот тут же закрутил и все так что меня еще было пружинки вот видите какая у меня пружинка здесь стало вроде бы вот так вот все загнуто ничего я здесь больше не делал не подгибал даже даже она вот этот не помню по моему вот отсюда вот спала и попал вот в это вот место то есть когда захлопывал и она вот так вот повредилась затем затем пружинка у меня еще одна слетала но она здесь не слетала лопалась прям вот видите тоже лопнула ее завернула и аж вот это вот цепь попала мы вовремя это все увидел видел чтобы как-то что-то стрельнуло я остановился сразу все заглушил и давай выяснять в чем дело но на покосе прям все разобрал правда сама здесь загнул уже натянул но и весь покос остальное полностью докаживал общем так также мне говорили по поводу здесь уже у нас в районе по поводу вот этих муфт перед тем как начать работать вот необходимо их разобрать то что от длительного хранения даже допустим также в руководстве даже написано пускай они даже в магазине там с производства их забираешь необходимо разобрать почистить вот там пластины вот они могут слипнуться и все и у вас предохранительная муфта может не сработать вот у меня она даже срабатывала вот видите она даже маленечко цвет потеряла вот они сработало в виду чего также в руководстве по эксплуатации написано что когда захлопываешь необходимо дождаться чтобы гидроцилиндром вот эти вот крючки на место упали ну прижало их общем я же где-то буквально на восьмом или на седьмом рулоне ехал практически спал смотрю назад время от времени до посматриваю это у меня что произошло ну а там шум своего рода такой вот от этих всех цепей происходит окошки боковые на тракторе открыты тут слышат что-то перестала крутить потом когда смотрю вот этот у меня кардан крутится дальше уже не крутится то есть у меня муфта сработала тем самым забила полностью у нас меня сеном вот это вот все дело это вот отошла и здесь сработала другая муфта то есть ну для чего она сделана на то она и сработала после этого случая у меня как говорится как бабка отшептала я сразу же когда захлопнул подождал по рычагу слышно как полностью он доходит как полностью дошел после только начал начинал ехать дальше работать ну вот практически все поломки которые у меня здесь были все я рассказал при работе я примерно где-то через рулонов 15-20 останавливался то что у нас сено степной но это больше всего зависит от самого от самих кормов какие корма у меня она очень сыпалась как вы видите в работе сейчас я вам это дело покажу как я на него работал а а а а а а а а Продолжение следует... 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 как надо чтобы она была после чего берем фиксируем ее вот так вот и у нас работает рычаг только на вот этот вот жатку подборщик поднял ее опустил поднял опустил 2 гидравлическая линия у меня идет на клапан на заднюю дверь откуда у нас выходит выкатываются наши рулончики запитана она у меня на вот это вот цилиндр гидроцилиндра но мы как знаем если , на эту линию и начинаешь включать то пока гидроцилиндр либо вылезет либо залезет обратно либо выйдет либо зайдет это своего рода 15 секунд он допустим 20 выходит 15-20 секунд заходит это почти минута а если посчитать вот у меня рекорд был 94 рулона это грубо говоря полтора часа простоя поэтому для этого дела я поставил такие вот краны своего рода как холодная и горячая вода синий и красный вот ее перекрываю на время покоса и у меня сразу же идет туда рычаг у меня получается первый самый самый ходовой я его вниз сделал на открывание а потом на плавающий режим вверх поднимаешь или на принудительное он закрывается как-то так ну и в принципе все что хотел рассказать рассказал сделал акцент где что как что у меня было ну и по граблям ворошилком здесь единственное нам не понравилось вот работа вот этого вот гидроцилиндра работает поднимает грабли только во время движения то есть вывод напрашивается такое что вот в этом месте они клинят надо было производителю вот эту вот сделать в двух местах чтобы он поднимал четко ровно если его допустим поднимать вот в таком положении не не двигаясь он чуть-чуть подымет и все его уже клинит то есть силы дух гидроцилиндра по ходу дела не хватает его поднять а вот допустим при движении то есть вот эту трубу не клинит там она все нормально поднимается ну и также здесь но мы наверное это дело доработаем на следующий год что не может либо гидроцилиндр помощнее поставим либо точно такую же трубу здесь еще вы видим так и второй вопрос перед тем как собирали мы вот эти вот грабли мы ездили к одному человеку смотрели для образца что как собирать то что их можно собрать неправильно то есть вот эти вот поменять местами можно вроде бы все нормально но чуток не так получается что у нас конечно и произошло вот съездили посмотрели оказалось все по-другому немножко и они совершенно по-другому выглядеть стали не то что сильно но тем не менее и мы обратили внимание что у того владельца вот эти вот трубы что вот это что-то лопнуты мы подумали то ли завернула то ли еще что-либо оказывается что не у каждого они могут стоять в этом в гараже где-нибудь накрытые прибранные и тому подобное у многих практически чуть ли не у всех они живут на улице и вот атмосферные осадки попадают сюда и заполняют полностью вот эту вот трубу после чего наступает морозы и она просто-напросто размер зайца но размер взлась лопнула конструкция немного как говорится нарушилась поэтому здесь если завод-производитель будет смотреть это видео какое-нибудь отверстие для спуска этой жидкости необходимо делать а так очень сильно понравились владимир семёнович эти грабли он говорит греббы и греббы и греббы ну покос закончился теперь до следующего года и также в интернете я очень много видел что мучились вот с этими вот цепями если здесь она практически не шоркает практически она здесь и вот как видите не повреждена ничего то с этой стороны у многих у многих цепляют они тоже вовнутрь трубы эти цепи просто перетирает мы же прицепили вот как вот как видите 291 рулон даже по более 300 с лишним там у нас платье практически около 400 в целом по работе хоть бы что гребли только чисто этими граблями ну еще уважаемые зрители на этом будем завершать наше видео спасибо всем кто смотрел пишите комментарии задавайте вопросы отвечу всем без исключения о чем смогу вот работайте на данной технике техника очень хорошая берегите ее рвать ее не надо по крайней мере как вот у меня в личном подсобном хозяйстве мне данного пресс-подборщика я думаю хватит дай бог надолго я согласен там в хозяйствах там или еще что-либо покупают импортные там кто-то не хвалят эти вот унеси маш именно кто-то бобруйск не хвалит там общем ни за кого говорить не буду сравнивать мне пока не с чем вот ну пока мне данная техника очень нравится в хозяйствах у нас тоже многие покупают именно такие вот именно с боковым то что у них и захват чуть немного поболее и вот заезжали мы тоже на волки очень высокие то есть допустим здесь бы все задевало там может по траве бы мы ехали на кардан бы накручивала здесь таких головняков с боковым именно вообще нету любой плотности рулон были маленькие были вообще большие ходил я бывало даже на самый практически пониженный чтобы он не захлебывался чтобы хорошо все скручивал это тоже на плотность очень сильно влияет так что как то так ну все всем всего доброго до новых встреч не ломайтесь всего вам доброго до новых встреч Продолжение следует...